Вестерньюнион упала почему-то 1100 долларов. Народа нет, да? А сейчас откуда-то из коммунала, то Вестерньюнион упала почему-то 1100 долларов. Только в темпе. По объяснительным, по дискотной программе. Я выбрал сейчас три объяснительных, которые режут глаз и режут слух. Это не объяснительная, а информация. Которые ни хрена не выполнили Ваши вручники. Вечерское отделение. Пишет отчет. Отчет остался 27 числа. Повторно высылают 31. Все как положено. Как Вы это объясните? Проверю по лок-журналу. Я давал указание отправить. Я, кстати, по результату этой отправки... Не, понял. По результату этой отправки, буквально вчера звонил. Нет, ну что делать, если Вы сбрехали? Какой уровень? Мне нужно проверить лок-журнал. Да, если Вы проверите, окажется, что Вы сбрехали. Что делать? Я проверю почему... То есть я его даю дискету операционисту, говорю отправить. Может быть уехал, может быть... Не, ну мы доедем же до операциониста. Сейчас будем допрашивать операциониста. Я же сейчас назначу служебный проект. Я понял. Просто бывают случаи, когда не читается файл дискета. Нет, если Вы сбрехали, что делать? Я файл отправлял. Я наставлю на это. Значит, да. Назначить служебную проверку. Самую суровую. Сейчас будем запрашивать операциониста, и все пусть рассказывают, где проект. Дальше. Кто еще? Второе, кто же режет очень сильно глаз, это Днепровская ЦПО. Пишет, отчет о проделанной работе отправлен 23.07. Да. Еще и неправильное имя файла. Как мог быть отчет о проделанной работе за период с 23 по 27? Кто в Днепровском? Я. Отправлен быть мог 23. Значит, 22 не отправили, отправили 23 утра. Но файл назвали неправильным. Нет, вопрос-то игром. Как мог быть отчет о проделанной работе за период с 23 по 27? Да плевали вы просто на наши рассказы. Значит, все, что я делаю, вы считаете неправильным. Я же понимаю. Да. Мы так говорим. Ну так говорим. Вы идеологический противник. Работаете классно. Неправильный. Я не ваш идеологический противник, но я с некоторыми вещами, которые могут сервить. Я не согласен. Файл ваше правильное. Файл ваше правильное. Файл ваше правильное. Да, да я же не вам так скажу. Нет, ну так. Ну, Господь, да. Еще и весь разлёт, поэтому... Как есть? Ну, если нет файла, как же он здесь? Есть файл, но неправильное название. Здесь речь идет о том, что человек 23-го числа отправил отчет в проделанной работе за период 23-го. То есть, неправильный... То есть, 27-го числа это был дошел. Что еще? На штата будет тоже нам выяснить, в чем там проблема. У меня нет никаких претензий. Вы выдающийся директор. Не хотите выполнять поручение? Мы договорились. Я никаких вам поручений давать не буду, и у меня никаких проблем. Вы даете доход банку и о чем раздавать? Ну, и вот видите, у меня залезничная, больше всего, тоже отчет, в принципе. То есть, постоянно проводится работа по заключению договоров с данными категориями о лидических лиц и так далее. Я думаю, договора на сегодняшний день о залезничных лицах абсолютно вообще нет. Сделаем все возможное, чтобы это и на самом деле ничего нет. Чего? В том числе ситуация какая, просто смотрите, когда я прихожу к клиенту, я в принципе по одинаково представляю банку. Вот он говорит, не он говорит, а он говорит. Вы сразу на него, извините, что я не эксплуатирую. И в том числе рассказываю и о той дисходной программе, которую проводит наш банк. И после того, как если человек заинтересовался этой услугой, сразу, конечно, его надо зацепить эту услугу. Если он заинтересовался на данном этапе краткослужимым кредитованием. Да. Какое-то отношение к тому, что вы вот это плетете в этой служебке и ничего не делаете. Послушайте, хорошо, Миташа. Я не хочу никаких возражений. Мы договаривались о том, что мы встретились для того, чтобы, первое, делать карьеру. И второе, зарабатывать бабки. И если только человек не хочет денег, да, но я ничем помочь ему не могу. Я везде приводил пример, это для новых, ну, я повторюсь. Что когда я работал в университете, ректор, академик Скопенко Киевского госуниверситета рассказывал, как он был в Индии и встречался с министром образования. И тот его спрашивает, как вы, наш Скопенко спрашивает министра индийского, как вы своих студентов заставляете ходить в библиотеку? Он говорит, что их заставляет, они все туда бегут и учатся, и он им показывает библиотеку, она забита. Он говорит, а мы своих студентов, чтобы они в библиотеку ходили, мы их там, ну, разными мерами стращаем, и они тогда идут. Он говорит, ну, это у нас есть пословица в Индии, что если лошадь брать и тыкать мордой в воду сколько угодно, да, она же пить от этого все равно ни хрена не будет, если она не хочет. Не хотите бабок? До свидания. Или давайте результаты по другим программам, да, или нет результата, выполняйте наши. А если нет результата, и наши не выполняете, где деньги лежат, ну, что-ка до них добра? Ну, там бабок завалить по наличке. Ну, вы классные, нет проблем. Только имейте в виду, что выполнять все надо поручения. Вы не думайте. Мы можем, мы всегда делаем так. Мы же здесь всегда обсуждаем тему. Договорились? Вперед. Есть возражение. Дискуссия. Говорите, не будем. Почему не будем? Это не годится, не перспективно, это ошибочно. Убедили, сняли проблему. Господина Островского назначили новым директором другого направления. И сидим, занимаемся другим. Ну, мы же приняли эту программу. Поэтому надо выполнять. Владимир Михайлович, как можно дать электронку провести исследование до 22-го, а 23-й уже доложить о встрече? Другой вопрос. Вы понимаете, как? По другому. Нельзя. Вот я ему и ответил о том, что встречу произвели, а результаты будут потом пост... Нельзя. Нельзя нам за один день 10-20 дней, не знаю, в чем там там будет. Не-не-не, не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо нас дурить. Там все в голову. Да. Хорошо. Все нормально. Значит, если по срокам вы видите, что проблема, сразу звоните. Это нормальный менеджер. Мне, пожалуйста, Наталье Борисовне. Продлевайте сроки. Звоните зампредседателя управления. Кому хотите. Говорите, караул уже нам дали один день, но выполнить надо. Ничего я их не сделаю. Так. Вот предложение о повышении заработной платы господина Рябенького. Кто это говорит? Да. Вот пишет господин Рябенький. Три майла. Татьяна Ивановна. Работает в банке с апреля 2000 года. Это год. Должность бухгалтера отделения. За этот период освоила бухгалтерские операции. Старательно относится к выполнению обязанностей. Стремится к совершенствованию своих профессиональных знаний. Выполняя эту работу, представляет для нее интерес. Стремится к должностному росту. Клиентами вежливо. В сложной обстановке ведет себя спокойно. К выполнению распоряжений относится добросовестно. Внимательно отрабатывая служебные документы. Пользуясь авторитетом, аккуратно, дисциплинированно, полностью выполняется функцией. Поэтому он просит поднять ей заработную плату. Поднимать Три майли Татьяне Ивановне заработную плату. Это тоже вы написали. Обождите. Вот вы мне дали эту служебку. Ну давайте вы докладывайте. Не, ну я помню эту служебку. Дело в том, что у нас был старший бухгалтер. Так, ну там слышно, что он говорит? Или нет? Или нет? Был старший бухгалтер и просто бухгалтер. Она занимала должность бухгалтера. То есть под должностным обязанностям. Где это здесь написано? Там написано. Здесь перед этим еще. Где? Ничего там другого нет. Это все, что вы мне написали. Ну, это... Ну, ребята, вы мне это написали. Объясните народу всему. Поднимите. Тогда они не слышат. Зачем вы мне это написали? Просто какая идея нашей переписы? Нет. Ленуфа, здесь было написано... Я точно помню это. Хорошо, я подделал бухгалтер. Нет, нет. Просто вам не все дали. Не всю информацию из служебной записки. Да кто это такой нехороший человек, кто оторвал вашу информацию? Значит, эта тримайл, она работает. Нет, не может такого быть. Это вся информация, которую вы по этой несчастной тримайле дали. У вас есть копия? На делении есть, конечно. Ну, давайте. Так как мне быть? Повышать зарплаты тримайли или нет? Кто за то, чтобы тримайли зарплату повысить? Поднимите руку. Но страшно было. Нет. Она вышла. По данным вот этой служебной записки. Что я вам хочу? Кто за то, чтобы повысить ей зарплату? Нет. Хорошо. Какое решение, кто хочет высказаться? Я по такой служебной записке должен принять. Какое решение я должен принять? Вот вы, какое вы приняли? Я еще не согласен за тем, что вы сказали. То есть там еще должно быть... Нет. Какое решение бы вы приняли на моем месте по этой бедной несчастной тримайле, которая пашет с утра до вечера и надо ей вроде как зарплату повысить? Да? Я бы никакой не принял. Ну, какое вы шустрое. А я считал, что вы тихий человек, когда пашет. Чего же вы на моем собеседовании не проявили такие серьезные качества? А? Бог вам помог только, что я вас обратно-то взял. Ну что, молодец. Ну, а вы? Ну вот, хотел руку поднимал. Что? Да, я бы не отказал. Я отказал бы в этой служебной записке, так как оно написано неграмотно. Заставил бы написать... Неграмотно, тут есть запятые и все. Но, пока вы заставили вам. Нет, не объяснил ничем. Вы решили верно. Ну, зачем же вы бумагу перевели? Вы же мне шанса не даете этой бедной тримайле поднять зарплату. Потому что у вас с фантазиями напряженно. Я вам предоставлю все. Головой тяжело. Всю служебную записку. Не предоставите, потому что ничего другого нет. Вот оно написано. Соломинское отделение. Предложение. Вот ваше предложение. Теперь из-за вас тримайла без зарплаты. Вот. И виноват в этом вы. А она будет думать, что это я, сволочь, через зарплату. А это потому, что с мозгами тяжело. Значит, все, кто пишет мне служебке. Это я говорю для стажера. Вы мне пишите для того, чтобы я принял решение. Дайте мне информацию. Объяснить. Вы что делаете? Это че? Это за че? Он просто вставил. Вот че? Я абсолютно... Он сократил. Да. Чество? Вот сволочь. Я его лишь выгнал не зря. Тогда я... Нет. Я вам не зря. Тогда я извинюсь. Если только там было что-то принесите. Не, ну сейчас проблема уже снимается. Потому что она старшая бухгалтера... Она умерла от голода, наверное. Старшая бухгалтера... Смотрим, что тебя сокращают вружебные записи. Вы это были указаны. Они же так слушают, что говорят. Какая сволочь сокращалась? Она сокращает вружебные записи. У меня не сокращают. Ты понял или нет? Это правильно. А точно нет, мне пишут. Не эти ребята. Попробует пусть хоть одна сволочь в вашем департаменте, тупая, да? Сократить умное слово гениальных моих менеджеров. Ну все, понятно, где у тебя происходит? Я тут же его расстреляю. У меня есть стабильное оружие. Потому что здесь все великие. А в департаменте управления тупые, как сибирские вареники. Дело в том, что вы даже не мыслите там, как они мыслят. Они пишут свои идеи. А вы сокращаете. А он ни к чему. Он хороший. Ну, ну... Не трогай. Он нам на два департамента добавит. Потому что если еще он сбежит, так это будет хорошо. Он руководитель там. Да. Значит, он не хороший руководитель. Хороший, хороший. Нет, я считаю, что... Безответный, пашет сутками. Нормально. Да. Это Щирка. Который заматил все, что мог. Это Татьяна Георгиевна подсунула мне этого Щирка. Который заматил все, что и выводами. Да. Караул. Меня как раз метал. Смотрите, что он делает. Это проблема. Что? Идите. А куда идти? Слитки раздал людям или нет? А куда идти? Зачем? А кубок зачем утащить? На нем же надо надпись поставить. И кубок, и слитки он не отдал. А он и в музее остается. И в музее поставил. И в музее поставил. Ладно. Потом. Пока будет граница у Капитана. Пока он играет хорошо. Так, теперь вот у нас есть еще одна идея. Господин Дроваль хочет вынести на общее обсуждение кредит. О, служебный, или вы передумали? Нет, я на общее обсуждение не хочу. А чего? Вот мы и решим. Подавать кредит или нет? Когда я вам писал, я подкладывал очень профессиональную информацию, которую я получил у клиента, благодаря работе с ним очень продолжительное время. И он доверил мне ее, потому что, как бы, увидел он мне человек, которому можно доверять. Правильно. А вы им не диктуйте мне никаких названий, если здесь не надо. Я буду у вас спрашивать, чем она подтверждается. Вы же мне давали это, чтобы я принял решение. Безусловно. Да, сегодня я... Пусть нас рассудят. Я не могу принять решение по вашей... Вы сказали, чтобы я дописал. Нет. Я вам говорю, что вы перевели бумагу, причем классно. Мы датакопии самую дорогую бумагу покупали. Вы ее взяли, перевели. Мало того, свое время потратили. Это же вы целый труд написали. А он кату подход. Потому что никакой... Никакого шанса зацепиться. Вы мне не дали. Вы сказали.